Ребята, всем привет! Спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. У нас сегодня мастер-класс под названием «Как организовать события». Его для нас проводит Дарья Маликова. Тут держите за меня кулачки, я попробую сейчас прочитать ее заслуги. Дарья Маликова – это куратор программы медиации Уральской индустриальной биеннале современного искусства и руководитель подростковой лаборатории. Ух, как это читается? Art Labor. Art Labor. Также в Уральской биеннале. Я думаю, что у Дарьи лучше получится рассказать о себе самостоятельно. Поэтому давайте еще 2-3 минуты, если расскажете о своих каких-то проектах, такую небольшую вводную часть, то я думаю, что к нам успеет подтянуться еще какое-то количество народов. Итак, Дарья, вам слово. Всем привет! Еще раз спасибо за представление. Я на самом деле очень хотела бы увидеть ваши прекрасные светлые лица. Я не знаю, как у вас принято сидеть с выключенным видео или с включенным, но мне, как человеку, который первый раз к вам пришел и никого тут совершенно не знает, конечно бы хотелось понимать, кто здесь есть, кроме меня, потому что есть ощущение, что я общаюсь немножко сама с собой. Ага, спасибо. Ребята, если вы включите все видео, мне будет очень приятно. Особенно интересуется, кто такой веселый огурчик. Это прямо я заинтригована. Очень хочется знать. Да, спасибо за то, что вы не побоялись таки произнести эти много длинных и сложных слов в моих регалиях. Ну, если говорить очень просто, я занимаюсь разными образовательными программами и проектами в Государственном центре современного искусства в Екатеринбурге. И самый крупный проект, самое крупное событие, которое мы делаем, это Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Я чуть попозже о ней вам расскажу. Соответственно, поскольку я делаю проекты, образовательные программы для разных аудиторий, то, среди прочего, я работаю в том числе и с детьми, и с подростками, и с молодежью. И вот одна из программ — это молодежная лаборатория Уральской биеннале, которая, в общем, во многом похожа на то, что вы делаете, на этот лагерь Мейкерс Кэмп, где вы собираетесь и делаете какие-то объекты все вместе. Только там у нас она дольше по времени и такая более насыщенная, может быть. Но расскажу тоже о ней немножко попозже. Сравните и поймете, чем похоже, чем отличается от того, что вы делаете. И меня позвали действительно, чтобы я рассказала о том, как делать события, потому что за свою пятилетнюю карьеру в сфере современного искусства я этих событий организовала великое множество. А теперь я хочу, чтобы каждый из вас немножко рассказал о себе. Ну, в формате «Меня зовут так-то, я занимаюсь тем-то», и в Мейкерс Кэмп я сделал то-то. Кто начнет? Начнет Дмитрий Вершинин. Класс. Дмитрий, включайте звук. Здравствуйте. Спасибо большое, конечно, Семен. Вы взяли традицию еще одного организатора, которого зовут Виктор. А можете, пожалуйста, еще раз повторить вопрос? Я пока соберусь с мыслями, чтобы не выглядеть глупо перед этим. Это очень легкий вопрос. Как вас зовут? Я уже вижу, вас зовут Дмитрий Вершинин. Чем вы занимаетесь и что делали в Мейкерс Кэмп? Ну, еще раз повторюсь, меня зовут Дмитрий Вершинин. Кто не услышал это с третьего раза. В Мейкерс Кэмп я являюсь одним из наставников. У меня замечательная команда под названием «Акулы». А в жизни, помимо Мейкерс Кэмп, я сейчас работаю в отделе культуры при администрации города Первоуральск. До этого занимался примерно в вашей сфере организацией и проведением различных ивентов. Спасибо, Дмитрий. И передавайте слово кому-нибудь из группы. О, я передаю своей замечательной девочке Арине. Арина, зачем ты выключила камеру? Арина тут же, да, выключила камеру поспешно. Арина, я сейчас тебе в личку напишу, если ты не включишь камеру. Давай, Арина, мы знаем, что ты там. Она там. Это инфа-сотка. Ладно, можно даже не включать видео, Арина, просто расскажи. Молодец, Арина. Еще что нужно рассказать? Арина, то, что тебя зовут, Арина, мы уже поняли. Чем занимаешься и что делаешь в Мейкерс Кэмп? Я занимаюсь 3D-моделированием в Мейкерс Кэмп. То же, что и все, придумывала разные интересные штучки. Класс. Так, а что ты конкретно придумала? Что будешь показывать в конце, по итогам? Какая твоя любимая интересная штука, которую ты придумала? Арина решила написать. Все, Арина, да. Хорошо, Арина, пиши. И, Арина, передавай слово кому-нибудь в следующем, пожалуйста. Арина? А кто есть с участниками в суре? Все, там, да. Передаю слово веселому огурчику. Отличный выбор. Веселый огурчик, вы с нами? Здравствуйте, меня слышно? Да. Меня зовут веселый огурчик. Я много чем занимаюсь. Сейчас я пошел на направление город. Направление город. И в нем что делаете? В нем мы, короче, добавляем свои достопримечательности. Очень хорошо звучит. Интригующе. Я обязательно приеду в Первоуральск посмотреть потом на ваши достопримечательности. Приезжайте. Надеюсь, будет список. Веселый огурчик, передавайте слово, пожалуйста, кому-нибудь еще из группы. Егор Казанцев. Спасибо. Егор. Егор, подключайся к нам. Расскажи, пожалуйста, о себе и чем ты занимаешься на Мейкер Кэмп. Ну что ж, как... Ну, можно ли мне немножечко времени? Подумать? Да, да. Тогда передавай слово кому-нибудь еще. Вероника. Вероника. Привет. Меня зовут Вероника. Я в основном занимаюсь изучением медицины в отрасли нейрохирургии. На этом проекте я хотела поучаствовать из-за того, что я хотела попробовать в себе новую отрасль. Сейчас я вместе со своей командой на направлении планеты изучаю пользование микробида. Звучит интригующе. Мало что поняла, что ты там такое изучаешь. Это очень далекая от меня сфера, но было бы интересно узнать. Вероника, передавай, пожалуйста, слово кому-нибудь еще. Никита. Никита, пожалуйста, расскажи нам о себе. Никита пропал, похоже. Нет, он должен уйти на второй экран, наверное. Я просто его не вижу. Да, я тоже его не вижу в списке участников. Ну, давайте Сергей Феофилов, расскажите нам о себе. Давайте. Пишет, что звук мне выключил организатор, но, кажется, уже включил. Спасибо, Семен. Спасибо за звук, за возможность говорить, за дар речи. Меня зовут Сергей. Я здесь тоже модератор, наставник, не знаю, как правильно назвать, на этой школе на направлении возможности. Я занимаюсь иногда периодической организацией каких-нибудь небольших или средних образовательных мероприятий. Но, как бы, искусство и всего прочего мне там сильно близко к сердцу. Буду рад послушать, о чем вы здесь расскажете. Замечательно. Сергей, передавайте слово, может быть, кому-то из вашей группы, если вы видите здесь ваших ребят. Ой, а мы перестали вас слышать. Да, спасибо. Передаю слово. Вот, Натария Соколова вижу. Вам слово. Натария Соколова. Не слышим вас пока. Всем привет. Спасибо, что передали слово. Значит, я, меня зовут Наталья, на мейкерской смене я занимаюсь логистикой. То есть, я тот человек, который вместе вот с Семеном, и еще у нас есть один помощник Федор, мы втроем организовали всю закупку всех инструментов и материалов, из которых ребята готовили все свои поделки. Мы их разложили в тысячу коробок и доставили на 80 адресов три раза. Так что, ну, работа была большая и очень интересная. Вообще, обычно я не подключаюсь на мероприятия в Зуме в рамках этой смены, но мне сегодня было интересно послушать, что происходит. И хотелось такой немножко вечер поспокойнее. Сейчас уже все развезено всем, и можно немножечко послушать, что же вообще происходит на этой смене. Вот. Понятно. Спасибо, Наталья. Выбирайте, чье имя вам больше нравится, и говорите это имя, это человек будет дальше говорить. Давайте я передам слово Диме Кишмрешкину. Дима, пожалуйста. У тебя есть замечательный шанс рассказать о себе, куратору. И мне бы очень хотелось что-то увидеть, увидеть всех. Продолжать видеть всех. Вы когда сказали, вы лучше не выключайте видео, правда. Оставайтесь с выключенным звуком, но с включенным видео. Иначе непонятно, с нами вы или без нас. Дима, здесь ли вы? Так, похоже, Дима тоже потерялся. Дима потерялся. Давайте я передам слово Егору Казанцу. Да, обратно Егору. Егор уже собрался с мыслями, я надеюсь. Да. Егор придумал себе сценарий? Ну да, кажись. Давай. Что ж, меня как раньше... Ну ладно. Меня зовут Казанц Фингора, и на мейкерской смене я занимаюсь программированием. А в этот день я пытаюсь наладить свой калькулятор. Так, калькулятор. Обычный калькулятор, такой кнопочный? Ну, там всего лишь две кнопки, да, и просто логотип вверх и логотип вниз. И все. Посчитать все. Понятно, отлично. Значит, у нас остались непредставленными Екатерина Пермякова. Так? Вот Никита опять появился. Саша. И Дмитрий появился Киш Мережкин. Да. Дима, давай. Дмитрий, давай. Меня зовут Дима, мне 12 лет. Занимаюсь плаванием. На мейкер-кэмп выбрал направление планеты. Делаю метеостанцию. Что вместе с Вероникой получается? Работаешь. Работаешь. Так, Никита. Передай команде слово. Не, мы Никите уже передаем слово. Все, я уже тут решила сама. Меня зовут Недошоп и Никита. Я сейчас нахожусь на направлении планеты и я пошел сюда, чтобы улучшить свои навыки программиста. Отлично. Спасибо, Никита. Со связью, да, у вас проблемы в видео нет? Не включаете? Да, у меня камера очень плохая. Ага, понятно. Ну, хотя бы, хотя бы как-то, если все будет хорошо. Хотя бы какая-то камера. О, так слушайте, Никита, вы зря наговариваете на свою камеру, все у вас нормально. Давайте, может быть, сейчас Вика. Вика пишет, что у нее проблемы со звуком. Ну, давай попробуй, Вика, скажи что-нибудь о себе. Потому что нам таки придется сегодня говорить. Вот у нас есть Саша среди участников. Он говорит, что у него проблемы с микрофоном. Но рассказал, что его зовут Саша Усачев. И он делает воздушного змея в группе событий. Ура! Вот, мне обещали людей, которые делают воздушных змеев. Ура, наконец-то я хоть одного встретила. Супер. Вика, микрофон не включается? Может быть, тебе организаторы? Вроде включают, выключают. Нет, нет. Вика, попробуй тоже написать тогда в чат о себе. А мы тем временем послушаем. Вот я точно знаю, что юзер вин 10 – это Саша. Саша? Саша. Не Саша. Не угадал, что ли? Нет. Это Ваня. Я Ваня. И не Саша. Рассказывай о себе, Ваня. Меня зовут Иван. Мне 8 лет. Больше всего мне понравилась в мейкерской смене пилить, изобретать. И понравилось направление город. Потому что я там проложил маршрут от дома до набережной. И я узнал много чего нового и интересного. Класс. Маршрут от дома до набережной. Отлично. Круто. Передавай, Ваня, слово кому-нибудь еще. Кто у нас не говорил? Как тебе кажется? Остались такие? Передаваю слово Егору Казанцеву. Он говорил уже у нас. Вот Екатерина не говорила Пермякова, по-моему. Значит, Екатерине. Давайте. Я Саша Пермяков. А почему-то написано Екатерина. Наверное, это аккаунт твоей мамы. Хорошо, Саша. Я с ноутбука своей сестры. Сестры. Отлично. Саша, включай видео, мы тебя увидим. По машинам ручкой. Класс. Саша, привет. Здравствуйте. Перевождаешься. Вот как вас включать видео, иначе мы бы так и думали, что ты Катя. Ну что, расскажи нам о себе. Чем ты занимался на смене Мейкер Кэмп? Чем ты занимаешься? Так. СССР? А ты можешь ртом говорить, а не писать? Ты забьешь, звук включен. Да, мы можем тебя слушать. Ну ладно. Мы должны были прочитать все в его взгляде. Да, все в его взгляде. Ребята, давайте еще раз. Если у кого-то есть возможность включать видео, неважно, какого оно будет качества, пожалуйста, оставьте его. Мне будет очень приятно видеть ваши лица и знать, что вы меня слушаете. И тем более, тем более, дальше нам все равно нужно будет с вами разговаривать. И, в общем, если я не буду вас видеть, будет не очень комфортно. Ну, если вы друг друга не будете видеть, будет не очень комфортно разговаривать. Даниил, здорово, что ты пришел. Смотри, чем мы здесь занимаемся. Мы здесь рассказываем о себе, рассказываем, чем мы занимались на Мейкер Кэмп и что нам больше всего запомнилось, понравилось, удалось. Теперь твоя очередь. Даниил. Я тут. Ура, ура. Мне понравилось больше всего делать ракету. Вот эту вот пластик отпиливать. Почему, не знаю. А чем ты сейчас занимаешься? В конференции сижу. Ну да, с этим трудно поспорить. На каком ты направлении? Пространство. Так, и что, чем ты занимаешься на направлении пространства? Спортивным атрибутом для обвода мяча. Змейка для обвода мяча. Здорово. Я надеюсь, что мы увидим видео про этот спортивный атрибут. Обязательно посмотрим для того, чтобы узнать об этом побольше. По-моему, с нами еще Миша не разговаривал, который здорово, ха-ха. Миша, расскажи о себе. Твоя очередь. А он здесь? А я что-то его уже не вижу. А он ручкой машет. А, ура. Вот, все бы хорошо, Миша, но мы не слышим тебя совершенно, хотя звук у тебя вроде бы включен. И сейчас. И сейчас не слышим. По губам читаем. Ну, попробуй в таком случае также написать про себя. Да, попробуй написать и попробуй разобраться, может быть, у тебя там выключен какое-то на самом устройстве микрофон. К нам присоединился Миша Шаронов. Миша, ты готов с нами пообщаться? Да, готов. Миша, у нас буквально два простых вопроса. Как тебя зовут? И второй. Чем ты занимался и занимаешься на Maker Camp, и что тебе больше всего запомнилось? Ну, больше всего мне запомнились челленджи. Больше всех мне из челленджов запомнилась ракета и карт. Потому что ракета взлетела от, я не знаю, от изоленты и пластиковой трубы так высоко. Не ожидал. Да, не ожидал. По крайней мере. Звучит так, будто вы занимались очень интересными вещами. Я уже хочу увидеть какие-то видео, какие-то результаты ваших трудов. А вы заходите на, не знаю, на мою страницу, по страницам ВК заходите, мы всегда должны. Вот, вот, мы на самом деле тут все собрались для чего? Для того, чтобы подумать дружно о том, как презентовать результаты вашей работы, и чтобы о них узнали не только вы, но и все остальные, кому это, в принципе, интересно. Вот, например, я. Я так понимаю, что одна из главных задач у нас сейчас — это придумать такое завершающее событие всем вместе и подготовить его, которое вам уже в субботу, в ближайшую субботу, в общем, предстоит, да, завершение вашего Мейкерс Кэмп. И вам нужно будет как-то рассказать о ваших результатах вашей работы для большого числа людей. И, возможно, если вы захотите сделать что-то для большого числа людей, чтобы все о вас узнали. Поэтому сейчас будем с вами разбираться, что мы можем для этого сделать. Я немножко сначала расскажу все-таки о себе и о том проекте, которым я занимаюсь, частью команды, которого я являюсь. Для этого я сейчас включу демонстрацию экрана. И, хотя я не очень понимаю, на самом деле, что вы почерпнете конкретно из этого слайда, но кроме названия. Вообще история, которую я вам хочу рассказать, началась в 2008 году. Скажите, пожалуйста, кто тут из вас родился в 2008 году? Есть такие? Поднимите руки. Правда, у меня не видно в ваших видео. В общем, есть родившиеся в 2008 году или позже 2008 года? Я так подозреваю, что много таких, да, участников. Данил поднял руку. Ага, вижу. Можно плюсики в чат поставить, если вам удобнее? Можно плюсики в чат, да, поставить. Ну, в общем, это событие, о котором я рассказываю, мероприятие. Это, в общем, ваш ровесник или, может быть, даже старший некоторых из вас. В Екатеринбурге работал Государственный центр современного искусства и работает до сих пор. И вот руководители этого Государственного центра современного искусства думали о том, как, в общем, сделать Екатеринбург такой заметной точкой на культурной карте мира, сделать известным наш город и вообще Урал, известным на весь мир. И не подумали о том, что для этого нужно рассказать о чем-то, чем мы особенны, чем Урал особенны. И сделать это, ну, поскольку мы центр современного искусства, с помощью современного искусства. А чем Урал особенны, как вам кажется? Вот у меня здесь слайд-подсказка, кто рискнет сказать, чем Урал особенны. Производстве труб. Что еще раз, Арина? Производстве труб. Ну, не только труб, да, ты права. Требуральские производят трубы много, где производят еще что-нибудь. В общем, у нас на Урале очень много разных заводов. Малахита. И малахита, да, и добывают все. То есть у нас очень много полезных ископаемых на Урале. Вы правы. И поэтому на Урале еще 200 лет назад, 300, стали появляться заводы. Их стало очень много. И я думаю, что многие из вас сталкивались с этим вот высказыванием «Урал-Опорный края державы». Это потому, что очень много всего полезного на Урале производится. И заводы, фабрики, производство – это то, что делает нас особенными и заметными. Но, к сожалению, это нужно признать, сейчас промышленность уже не так сильно на Урале развита, как, скажем, полвека назад. Сейчас технологический прогресс идет дальше. На производствах требуется все меньше людей, все больше роботов, машин задействовано. Какие-то производства уже становятся не нужны. Где-то, например, в карьерах заканчиваются полезные ископаемые, карьеры иссякают, и поэтому заводы приходится закрывать. И очень часто мы сталкиваемся в нашем городе и в нашем регионе с заброшенными заводами, заводами из жизни, в которых ушла. И вот руководители Государственного центра современного искусства подумали о том, что можно вдохнуть в эти умирающие заводы новую жизнь и обзывать художников и вместе с ними делать какие-то выставки, какие-то художественные проекты. И так вот эти вот заводы станут вместо производства каких-то физических объектов, вместо производства каких-то продуктов, станков, на них будут проходить люди, смотреть эти пространства удивительные, узнавать историю. И, может быть, кто-то из вас сталкивался с таким словом «культурный кластер». Это места, где люди занимаются уже производством каких-нибудь художественных и дизайнерских, и творческих штук. Итак, в 2008 году прошел первый фестиваль. Арт-завод он назывался. Мне кажется, очень классное название для фестиваля, потому что вот арт-завод, искусство заводит. И действительно, он очень сильно завел аудиторию, завел горожан, потому что две недели художники жили прямо, вот у вас тоже двухнедельный, да, по-моему, был лагерь, если я не ошибаюсь. Там две недели художники все вместе жили прямо на заводе, работали, придумывали какие-то объекты. И потом три дня происходила выставка. И на эту выставку пришло очень много людей, гораздо больше, чем ожидали организаторы. И стало понятно, что людям интересен такой формат, что всем понравилось, и нужно делать такой фестиваль снова. В последующий год, в 2009 году, снова пришел фестиваль арт-завод. А потом, через несколько лет, ну, через два года, решили, что этот фестиваль превратится в биеннале. Вот вопрос, что такое биеннале? Непонятное совершенно слово, сложное, иностранное явно. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что это может значить? Ребята, у всех есть возможность разблокировать звук у себя на устройстве. Пожалуйста, вкидывайте версии. Понятия не имею. Кто-то понятия не имеет, а кто-то параллельно говорил. Вика подняла руку. Да, Вика? Да. Ура, звук включился. Ура, Вика. Да. Может быть, это какая-то выставка? Да, это выставка, определенно, ты права. А почему, ну, как бы, непростая выставка. Видите приставку? Вот такое. Приставку би. Приставка би, это по латыни, она означает что-то, что происходит раз, ну, цифра два. А иннале, анналы, знаете такое слово, анналы истории, это год по латыни. То есть, это выставка, которая происходит раз в два года. Кроме биеннале, есть еще и три иннале, и квадро иннале, и, в общем, но они реже встречаются. А биеннале, это уже такой достаточно устоявшийся формат. То есть, это большая выставка, большое мероприятие, которое случается не ежегодно, как, например, День города, а раз в два года. Почему раз в два года? Потому что проект, о котором я вам рассказываю, он очень большой. В нем задействовано очень много участников, очень много разных площадок. И поэтому, чтобы его подготовить, нужно не год, а целых два. И очень большая команда людей. Вот вы две недели занимались в лагере и готовили две недели свои проекты. А там люди вот два года работают для того, чтобы подготовить одно событие. Но оно очень большое. И оно происходит в течение трех месяцев. На самом деле, включает в себя много-много всего. А что именно оно включает в себя? Например, оно включает в себя сразу несколько выставок. Эти выставки проходят на заброшенных и действующих заводах в Екатеринбурге и в других городах Сурдловской области. В Перу-Уральской, к сожалению, самой выставки ни разу не проходило. Но были выставки, например, в Нижнем Тагиле. Были выставки в городе Садка, это Челябинская область. В Тюмени. В... Сейчас скажу еще где. В Тобольске. В общем, очень много городов, где одновременно во время Вейеннале проходят выставки. И, конечно же, самая главная, самая большая выставка проходит на каком-нибудь заводе в Екатеринбурге. Каждые два года это разный завод. Мы все время меняем площадки и каждый раз сотрудничаем с разными заводами. Что было в Перу-Уральске? В Перу-Уральске были арт-резиденции. Что такое арт-резиденция? Это когда художники приезжают в какие-нибудь города, живут там какое-то время, знакомятся с историей, с культурой этого города и потом делают свой художественный проект на основе увиденного, на основе того, что они видели на заводах, например. И потом эти результаты, эти работы, которые они сделали, тоже показывают на выставке. Покажу вам красивые картинки того, как выглядит выставка на последней, например, Уральской Вейеннале, которая была в прошлом году. Вот это сразу две работы в кадр попали. Выставка была огромная. Это было два этажа цеха заводского в Уральском оптикомеханическом заводе в Екатеринбурге. Огромное-огромное пространство, заполненное искусством. И приняло участие 76 художников из 30 стран мира в такой выставке. Вот, например, это работа художника из Южной Америки Карлоса Моралеса. Видите, он обклеил все стены, помещения такими черными бабочками, потому что для него бабочка — это символ мимолетности и смерти, а тема Вейеннале была бессмертием. Каждый год у каждой Вейеннале своя какая-нибудь тема. А это работа 2017 года. Художница из Новоуральска Нина Бесярина рассказывает о своем родном городе. В этом городе на пруду очень много таких плавающих островов. И она создала... Видите, это помещение тоже заводского цеха. И на пол положена изоляция, налита вода. И люди идут по такой дорожке к плавающему острову и смотрят на проекторе мультфильм, в котором рассказано о миграции этих островов. Нина Бесярина — аниматор. Датя, вот к нам в чат от Михаила поступил вопрос. Можно ли нам вот в таком... Да, конечно, конечно. То есть, если вопросы будут в чате, я их буду... Да, супер, отлично. Я просто не вижу сейчас чат из-за того, что у меня презентация открыта. По поводу работы с бабочками. Да. Миша задал вопрос. А делал ли эту работу художник вот те два года, которые... Нет, нет, нет. Художник делал ее не так долго, потому что бабочки были напечатаны на принтере, и это была сделана плоттерная резка. То есть, самих бабочек собрать вот эти бумажные конструкции, наклеить, это заняло там буквально пару недель, и художник работал не один, его помогали волонтеры. Там было порядка десяти человек, кто вместе с ним этих бабочек собирал и наклеивал на стены. Даже только вот этот процесс занял две недели. Просто все остальное время, на самом деле, занимает подготовка этого проекта. для того, чтобы выбрать тему, выбрать организаторов, кураторов выставки, выбрать художников, придумать с ними проекты, привезти их сюда. Вот вся эта огромная подготовительная работа, она и занимает вот эти два года. А все сами работы собираются в течение последних двух месяцев перед началом выставки. Спасибо. Это работа с третьей, с четвертой Виеннале, которая тоже была в 2017 году. Руди Деселье, швейцарский художник, он, видите, сделал такие волны. Это волны из меди, они из остатков производства. Производство, как раз это была программа арт-резиденция, художник уезжал на завод, который занимается производством меди. И ему там понравились отходы производства, то, что брак, который выбрасывается после изготовления. Вот эти пластины, они считались бракованными, потому что они были изогнуты, а должны были быть прямые. А он взял их, изогнул еще сильнее, подвесил на потолком и снабдил такой звуковой системой, что когда человек, зритель ходит между ними, между этими пластинами, они начинают звучать, и человек слышит в помещении, в пространстве звук. Это за счет того, что медь является хорошо проводящим звук металла. В общем, вас, как людей технического склада, мне кажется, должно заинтересовать, и, возможно, вы лучше меня понимаете, как это устроено. Или вот тоже вам, как техническим специалистам на заметку, такая вот теплица, которая работает, обогревается силой двух компьютеров, которые майнят биткоины. Вот видите, там системный блок стоит, и когда происходит майнинг биткоинов, выделяется очень... Это очень затратно для оборудования, да, это очень много пожирает энергии, и, в общем, соответственно, эта энергия, естественно, перерабатывается в тепло, да, вентиляторы работают на полную. И вот на этой мощности этих вентиляторов, получается, отапливается целая теплица, в этой теплице растет мох, летают всякие бабочки, насекомые, и, в общем, начинает расти свой собственный мир. Вот такое вот экологическое производство и возможность еще при зарабатывании денег, в общем, может, не только майнить деньги, но еще и какую-то экосистему на этом поддерживать. Вот тоже с последней биеннале работа корейской художницы, она делает таких очень странных роботов, они двигаются, они танцуют, и она снимает видео, где мы видим танцы. Ну, здесь видно, да, экран находится, и вот мы видим танцы этих роботов, заснятые на видео. А уже на самой выставке мы можем увидеть только эти собранные конструкции, которые не подключены и не шевелятся. Бывают всякие еще графические, световые инсталляции, очень странные какие-то рисунки, которые здесь художник с помощью компьютерной графики нарисовал такую большую сетку, растянул ее на большой экран. В общем, это тоже было достаточно красивое в пространстве работы. Или работа Людмилы Калиниченко с тоже «Пирамида желаний», тоже с пятой биеннале. Она находила в интернете есть такие карты желаний, говорят. Люди туда на доски, на эти собирают, чего им хочется, да, вот чего они хотят достигнуть в жизни. И она сделала из этих найденных карт желаний разных-разных людей, сделала коллажи. Вот они на стенах, на ткани напечатаны, эти коллажи. В них собраны разные желания людей на разные темы. И в центре она поставила такую пирамиду, которая символизирует наше устремление к разным желаниям, к пирамиду наших потребностей. И сказала, что каждый может зайти в эту комнату, прикоснуться к этой пирамиде, загадать какое-нибудь желание. В общем, очень красивая тоже внешне была работа. Ну, а кроме выставок, кроме вот этих вот больших выставочных пространств, где представлены разные произведения художников из разных стран, в биеннале входят и разные концерты, и театральные постановки, и кинопоказы, и различные образовательные события, лекции, семинары, конференции, какие-то практические встречи, и очень-очень много всего. То есть все три месяца, с сентября по конец ноября, пока идет биеннале, практически каждый день у нас в городе что-то происходит, какие-то события разного масштаба, в организации которых мы все задействовали. Ну вот, например, прямо на выставке. Вот до этого мы видели на фотографии это была установка балета прямо тоже в цехах Уралмаш-завода. А здесь концерт прямо на выставке классической музыки, официально подобранный под тему работы, которая там на заднем плане такие матрешки. Матрешки сделаны были в городе Садка на комбинате Магнезит. Ну и вот одним из таких событий, проектов, которые мы делаем, это является еще и молодежная лаборатория, о которой я говорила, лаборатория Art Labor. И лаборатория — это одновременно и программа занятий по разным направлениям, и такое пространство, где мы с ребятами общаемся, куда можно прийти самому, привезти своих друзей, просто потусоваться там, хорошо провести время, предложить какие-то свои активности. лаборатория была в 2017 году, одна выставка, и в 2019 другая. То есть получается, мы с ребятами собираемся, в течение двух месяцев мы встречаемся с разными экспертами, художниками, кураторами по разным направлениям. И у нас точно так же есть несколько направлений, в которых мы работаем. И в конце мы представляем, как в результате работы после двух с половиной месяцев мы делаем большое событие, открытие выставки, и саму выставку, ее открытие. Это целая тоже программа, как мы готовим эти мероприятия все вместе. Потому что для того, чтобы было классное открытие, для того, чтобы на него пришло много людей, чтобы о нем написали в газетах, нужно на самом деле, там, в интернете, где-то, в каких-то сайтах, нужно проделать много работы, предусмотреть много разных важных моментов. Вот это, кстати, фотография как раз с момента открытия, потому что у нас была в конце вечеринка, и ребята, видите, там, за пультом, за диджейским что-то делают, это они свой диджей-сет ставят. Да, это вот одна из участниц лаборатории докрашивает свой объект. Получается, что мы вместе с художниками сначала придумываем идеи своих произведений, потом делаем эти объекты, потом собираем выставку, а потом все вместе придумываем, как ее презентовать людям, эту выставку. В общем, насколько я понимаю, примерно то же самое нужно сделать и вам. Я сегодня постараюсь вместе с руководителями, с координаторами ваших направлений, вместе все попытаемся придумать, что это может быть за событие. Понятно, что в каком-то онлайн-режиме это не так много всего нужно сделать, как если бы это у вас было какое-то оффлайн-событие, но тем не менее все равно важно придумать какой-то интересный для всех формат и позволять, наверное, как можно больше людей. Сейчас немножко хочу с вами пообсуждать вместе, как же работает команда вот такого большого проекта. Потому что когда мы вместе с ребятами готовим нашу выставку, выставку лаборатории, точно мы работаем по той же самой схеме, что работает команда всей Биенале в целом. И вот я сейчас вам показываю примерную структуру, как выглядит команда любого большого проекта. Во главе команды, конечно же, есть директор или менеджер конкретного проекта. И дальше есть несколько отделов. Кураторское отдело — это те люди, которые занимаются... Ну, у нас, да, в сфере искусства это так называется. Кураторское отдело может называться по-разному. Это люди, которые занимаются придумыванием содержания. Пиар-отдел и маркетинг — это люди, которые занимаются привлечением аудитории, тем, что они доносят до потенциальных посетителей информацию о событиях, о том, что мы придумали, да, и что будет происходить. И ищут каких-то партнеров, которые готовы поддержать финансово или информационно, или еще как-нибудь наш проект. Есть такой совсем неочевидный, на поверхности ни для кого невидимый отдел гухгалтерии и секретариата. Это люди, которые делают всю работу, все, что связано с работой с документом. И технические отделы, и персонал площадки — это люди, которые отвечают за техническое воплощение вот всех тех идей, которые были придуманы в кураторском отделе и следят за тем, чтобы все работало. И я сейчас предлагаю... Видите, у меня там не зря внизу ссылочка указана. Я сейчас предлагаю нам всем выйти из текущей демонстрации экрана, перейти по другой ссылке. Я сейчас эту ссылку вам кину в чат. и попробовать все вместе понять, какие задачи в каждом отделе люди выполняют. Сейчас кидаю вам в чат ссылку. Ого, сколько там всего написано. Да, вот. Ссылку кинуло. Но сейчас еще, помимо того, что вы все переходите по ссылке, смотрите, что вы там увидите, я открою ее на демонстрации экрана, тоже, чтобы мы все, у кого, например, нет возможности перейти по ссылке, чтобы вы могли посмотреть, что там происходит. Да, это я, кстати, тут могу вам показать быстренько сайт нашего проекта, вот арт-лайбор молодежной лаборатории. У нас было четыре направления. У нас было четыре направления. Примесло художника. Новые медиа. Это где мы занимались искусством на стыке с технологиями, видео, программированием. Все, что связано с текстом, и движение тела. Это были танцевальные, театральные, разные программы. Так, так вот, ссылка, про которую я говорила. Переходите, пожалуйста, на нее. Ого! Что-то тут уже произошло интересное. Немножко подчеркались. Уже успели подчеркаться, но прекрасно. Значит, смотрите, какая... Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ребята. Какой-то хаос творится у нас. Кто-то вчеркается. Давайте не хулиганить. А то придется новую ссылку делать. Значит, я даже теперь не понимаю, как мне найти то, что было. У меня даже подвис экран. У меня даже подвис экран и не хочет переключаться обратно в Zoom. Да. Да, неожиданно. У меня тоже подвис экран. У меня тоже подвис экран. Угу. Угу. Ну, теперь я не могу вернуть документ. Не вижу, где... Ух. Так, у меня все развито. Я пытаюсь понять, где у нас все стикеры. Кто-то что-то пишет активно, но при этом удален тот стол, который я делала. Совсем удален. Интересно. Ну, теперь уже не знаю, что делать. И столько мы все удалили. Тут пишут вопрос, что делать. Такого развития событий я не ожидала. У нас тут вчера или позавчера была лекция от Полины Ивановой на тему «Вандализм – это круто?» Так. Вот ребята решили свои правила игры привнести, видимо. Ну, безусловно, «Вандализм – это круто», значит, мы будем делать так. У меня там были заготовлены... Заготовлены... Как? Сейчас сформулирую. Стикеры, на которых нужно было написать... Из которых можно было просто выбрать, что... Какая задача к какому человеку относится, да? Поскольку теперь заготовленных стикеров у нас нет, придется самим писать эти стикеры. То есть нужно будет... Вот вы видели уже, да? Есть такие бумажечки желтенькие, на которых кто-то из вас уже начал писать. Они не только желтенькие, в разных цветах могут быть. Давайте сейчас распределим вот всех этих людей. Не людей, даже отделы, да? Как вы считаете? Какие задачи должен выполнять каждый отдел? Вот так вот на стикеров берем и пишем. Не знаю. Пишет анонс... Допустим, это будет пиар-отдел. Вот. Кто готов включиться в работу, пожалуйста, поднимите руки. Хочу видеть ваши глаза. Включите видео. Если никто не готов включиться в работу, то тогда... Друзья, вы тут. Может быть, мы просто попробуем, например, в звуковом формате? Давайте. Давайте. В звуковом формате. То есть, например, мы выберем, например, пиар-отдел и попробуем у ребят узнать, как они считают, чем занимается пиар-отдел. Да. Давайте так. Работают с художниками, вот это пишут, по ораторской отделу, воплощают идеи в жизнь. Классно. Это кто пишет? Ага, техническое отделу. Молодцы. Кто-то вот случился в работе. Работает. Давайте. Вот смотрите. У нас уже мы перетащили стикеры куда надо. Уже не надо их перетаскивать. А вот теперь задача дополнить остальные отделы. Крутить, конечно, гораздо веселее. Ребята, давайте попробуем в звуковом. Давайте рассказывайте, а я буду записывать. И добавляйте. Кураторский отдел. Что делать? Да, как вы думаете, чем занимается кураторский отдел на... Так, еще раз, где, Дарья? Это мы про всю биенали говорим или только про... А не важно. Организация любого события. Чем занимается кураторский отдел? Может быть, мы создадим просто новый джимборд и никому не дадим на него ссылочку? Можно и так. Сейчас создадим. Ой, простите, ребята. Ответы будете выговорить? Вот смотрите, я сейчас прям при вас создаю новый. Ну, или не создаю, господи. Плюсик вот там вот справа внизу. Да? Сейчас. Справа, справа. А, вот, вижу, господи. Все. Где-то рядом называют. Да. Ура. Ну, видите, тут главное, чтобы кто-нибудь еще и говорить начнет. Так, ребята, у нас есть четыре подразделения таких базовых, больших. В любом событии. В любом событии. В любом событии. Те, кто придумывает идеи, те, кто продвигает их аудитории, те, кто занимается подсчетом денег, и те, кто технически все обеспечивает. Ну, и кроме этого, есть еще важный человек во главе всего этого, который сводит все воедино. Это. Так, у меня опять все подвисло. Ну, в общем, это директор или менеджер проекта. Нет, Вика, ты не сама с собой разговариваешь. Мы тебя, наконец-то, прочитали. Да, ура. Все сейчас на диске не читают чат. Так, хорошо. Вика, давай. Твой звездный чат. Что ты хочешь сказать или написать? Ссылку мы уже у всех отобрали, потому что там есть люди, которые начали зачем-то в ней черкаться, все портить, и поэтому мы решили, что будет лучше, если мы будем устно работать. Будет происходить следующим образом. Вы мне называете задачи, которые выполняет тот, на ваш взгляд, должен выполнять отдел, о котором мы говорим. А я вам говорю да или нет, и, соответственно, записываю или не записываю. Это на доску. Пример. Менеджеры придумывают идеи. Кураторский отдел придумывает идеи. Придумывают идеи, отлично. Сейчас выписываю. Ой. Так. Что еще делать? Кураторский отдел. Как вам кажется? Ребята, еще предложения? Я сейчас попробую открыть. У меня был список. Ничего. Что еще раз? Везде ничего. Иногда, да, но это все из нас так делают. Составляет план действий? Да. Составляет план или программу действий. Ну, какую-то программу мероприятия еще делают. Правильно? Нет. Надо будет. Так. Что еще они делают? Если они составляют программу, что может входить в программу мероприятия? Ну, какие-то события. Значит, нужно что сделать? Вот мы придумали идею. Сделаем выставку на заводе. Классная идея. Выставка будет на тему бессмерти. А дальше что нужно сделать? Чтобы эта выставка состоялась. Кроме того, чтобы бездельничать. Это всегда за милую душу. И составить план. Потому что надо начинать что-то делать по этому плану. И вот что в этот план входит? Как вам кажется? Есть идеи? Пункт первый. Составить. Да. Начать составлять план. Тут же вычеркнуть пункт первый. Второе. Обездельничать. Да. Следующим пунктом что может быть? Дарья, как вы думаете, можем ли мы, например, попробовать опять вот покреативить и дать некое такое домашнее задание? Снять, опять же, там двухминутный ролик о том, чем занимаются все отделы, например, на биеннале ребятам? Потому что я вижу, что у нас процесс несколько затянулся. Ребята уже устали все-таки вечер. Но было бы интересно, например, услышать их мнение. Да, потому что мне неинтересно самой рассказывать. Потому что понятно, что я это и так знаю. Мне хочется, чтобы... Я уверена, что все из вас это знают. Давайте я вам сейчас примерно покажу. Я сейчас пытаюсь найти свой лист, из которого я копировала. Все это. Все прекрасные... Прекрасный джамборд, который мы начали делать. Но очень быстро закончили. Там написано очень много всяких задач. Я сейчас вам вышлю в чат просто-напросто. И в чате вы их увидите. Давайте прям попробуем по порядку по ним пробежаться. Готовы? Насылаю. Куда это отнесем? Кто это делает? Это мне пришло в личный... А, простите, простите. Все. Да, давайте подумаем, кто ведет переговоры с художниками. Такая задачка. Кто составляет план экспедиции? Ребята, кто... Кто монтирует выставку? Кто ищет технические решения? Кто ищет партнеров из... Никита, мы не наемный монтажер. Если мы вернемся к нашей прекрасной картинке, да, в демонстрацию экрана, открою ее снова. У нас есть несколько отделов. Вот кто из этих отделов? Технический персонал площадки. Кто занимается тем, что пишет анонсы в социальных сетях? Отдел пиара и маркетинга. Отлично. Кто разрабатывает сайт? Они же. Отлично, да. Кто составляет сметы? Бухгалтерийский секретариат. Кто продает билеты? Они же. А кто занимается закупкой материалов, поиском оборудования для выставки? Тоже они. Нет. Техническое дело. Я даю куратор и придумываю вместе с художниками, как будет выглядеть выставка, как будет проходить мероприятие, что для этого нужно. И техническое дело, соответственно, покупает все, ищет все это оборудование, покупает, понимая, что нужно для того, чтобы эти замыслы воплотить. Кто отвечает за разработку полиграфии, афиш, слайер? Как вам кажется? Дизайнер. Да, дизайнер. И, как правило, этим руководит пиар-отдел, потому что это все, что выходит вовне, коммуникацию с людьми, с внешним миром. Соответственно, пиар-отдел отвечает за это. Кто придумывает события, которые будут сопровождать открытие выставки, например? Сценарист. Сценарист, который работает в каком отделе? Как тебе кажется? Пиар. Пиар. Ну, он может в пиар работать, да, может в кураторском отделе работать. Но, как правило, если вот про программу, да, мероприятия, события, то это все-таки кураторский отдел. А кто ищет ведущих на все эти там мероприятия? Преподавателей? Продюсер. Продюсер – это человек, который занимается поиском спонсоров. И, ну, спонсоров, партнеров, тех подрядчиков, это тех, ну, тех, кто занимается производством всего, если говорить о фильме. В нашем случае это, может быть, скорее, такие функции, которые раздвлены между пиаром, маркетингом, техническим персоналом. Вообще, продюсер, это, если говорить о фильмах, да, он может искать и каких-то актеров конкретных, но, насколько я понимаю, обычно режиссер занимается подбором актеров. А режиссер здесь где, скорее? В каком отделе был бы, как вам кажется? Кураторский. Потому что вот все, что касается содержания, этим занимается кураторский. Все довольно просто. Есть те, кто отвечает за содержание, есть те, кто отвечает за пиар, за коммуникацию с аудиторией, есть те, кто отвечает за документы, за деньги, и есть те, кто отвечает за оборудование. В общем, в любом событии структура примерно одинаковая. И, насколько я понимаю, нам нужно с вами понять, что за структура будет у вашего события, что вы планируете делать в ближайшую субботу. Вы знаете уже, у вас есть идеи? И дальше нам нужно поделиться точно так же по вот этим вот отделам и составить чек-лист. В этом чек-листе, вот он у меня, сейчас я вам покажу, будет много-много пунктов, где каждому нужно будет что-то сделать, из тех, кто захочет в этом принять участие и помочь организаторам события. Каждый возьмет себе какую-нибудь задачу. Давайте подумаем, что это может быть и за события, что бы вы хотели сделать. Я думаю, что у ваших руководителей, у координаторов тоже есть какие-то уже идеи, что должно происходить. И попробуем составить чек-лист, чего нужно успеть сделать. Есть ли у нас вариант подобный чек-лист, например, скинуть ребятам для того, чтобы они подумали о нем попозже? Конечно, конечно. Я вот его вышлю для всех, ссылку точно так же в чат. И я его заполню. Например, с наставниками в привычном формате там на Padlet на какой-нибудь загрузили, ну там, где можно посмотреть, то, о чем ребятам надо подумать, прежде чем организовывать вот это вот событие. И вот в такой работе с наставниками уже о ней проговорят в этот момент. Давайте так. Хорошо, конечно. Мне кажется, что просто сейчас на это слишком много времени не тратить. Дарья, подскажите, пожалуйста, какой у нас вот сейчас в дальнейшем формат? Ну, в дальнейшем формат все. Вот это последнее, что мы делаем. Составляем чек-лист и все. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что мы можем, например, с двумя такими микро-мини-домашними заданиями условно отпустить ребят. Первое из них — это будет подумать над тем, какие вообще процессы могут быть при организации события и разделить их вот на вот эти вот четыре составляющих — кураторский отдел, бухгалтерия, пиар и технический отдел. И подумать каждому, подумать каждому, что он хотел бы делать, в каком отделе он бы хотел быть при организации вот вашего события. Вот в этом была задача, то есть как бы всем разделиться. И дальше уже продумать план, что каждый отдел делает для организации вашего события. Вот. Так, у Андрея... Давайте я, да, голосом вступлю. Вот, это самое. Я... Меня зовут Андрей, я руководитель направления события. Мне кажется, я, ну, тот человек, который, значит, виновен в том, что у нас эта лекция сейчас возникла. Мне кажется, было интересно. Вот. И на самом деле у этой лекции тире семинара, тире мастер-класса была одна из целей подумать над тем, что мы сами хотим сделать для того события, которое мы хотим смотреть. Вот. В принципе, изначально планировалось, что мы это сделаем сейчас. вот. Но поскольку все устали, и сейчас уже вечер, и все такое, мне кажется, вот идея про падлят была хорошая. Что вы спокойненько за... ну, до завтрашнего дня, до утренней, может быть, рефлексии с наставниками мы сделаем большой-большой падлят, который накидаем свои идеи, да, и что важно, ну, самая главная вещь про падлят, которую нужно знать, я думаю, что вы уже знаете, что, ну, все, что вы туда пишете, надо подписывать, чтобы было понятно, кто это написал. если вы готовы... Да, и туда нужно написать то, что не просто хорошо бы кто-то когда-то сделал, а то, что вы готовы сделать сами для мероприятия, которое у нас будет послезавтра. Вот. Это может быть очень маленькая вещь, вот, но зато своя, и зато та, значит, которую мы можем послезавтра увидеть. И все это увидят, и будет круто. вот. И давайте за, да, вот, за это время до утра, ну, каждый, ну, достаточно одну идею, достаточно одну идею того, что можно сделать, и мы сейчас заведем какой-нибудь падлят, и туда все это дело напишем. Не забывайте подписывать. Вот. Мне кажется, что вот, чтобы сэкономить время от нашего занятия, вот сейчас, которое идет, да, мы можем это все вот так сделать. Да, я на всякий случай скинула чек-лист, форму для чек-листа. Я могу туда вписать различные пункты, просто, чтобы вы понимали, что на каждом пункте делается. И это будет у вас как такой образец, глядя на который, вы сможете, соответственно, вот своим привычным инструментов, уже заполнить и предложить какие-то свои формы активности. Угу. Вот, давайте создадим этот падлят, и куда его мы кинем? Ссылку мы куда положим? Наверное, в группу, да, в нашу беседу Maker Fest, да? Я ее кинул прямо сейчас сюда. Мы обязательно закинем в группу ВКонтакте, перекинем наставникам, чтобы у них была возможность поделиться этой ссылкой со своими подопечными. Там же на Padlet, я думаю, что на одном из вот этих вот стикеров мы опишем, что мы, собственно, ждем, что они туда положат. Вот, я думаю, что примерно в таком ключе. Если есть другие предложения, то пожалуйста. Не, мне кажется, все хорошо, так и надо сделать, и просто отпустить уставших людей, значит, ужинать, и, может быть, еще что-то делать полезное для получения удовольствия какого-либо. Окей, ну, давайте тогда на этом мы останавливаемся. У нас появится Padlet с чек-листами, с желаемым, с желаемой занятостью в событии, так сказать, на сегодня тогда, если я правильно понимаю, все, Дарья, или, может быть, финальное напутственное слово? Финальное напутственное слово при организации событий не забывайте про реалистичность и про то, что все может пойти не так, как вы задумали изначально, и всегда должен быть план B. Спасибо, Дарья. Друзья, вам тоже огромное спасибо. Напоминаю, что с нами была Дарья Маликова, куратор программы медиации Уральско-индустриальной биеннале современного искусства. Я надеюсь, что вы подчеркнули много полезного из нашей сегодняшней встречи. отдыхайте, расслабляйтесь, кушайте, спите, но не забывайте про креатив и про то, что в субботу у вас должно получиться мега яркое событие. Надеемся, что мы немного приблизили вас к этому. Всем спасибо и всем пока-пока. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.